Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно, и сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-новости. Мы начинаем! Сегодня на территории Гомельщины ожидается сплошная облачность и без осадков. Столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Ветер будет северо-восточного направления скоростью от 3 до 5 метров в секунду. Что касается климатических рекордов, то самым теплым оказалось 13 января 1993 года. Тогда температура воздуха прогрелась до 9,2 градуса. А рекорд со знаком «минус» был установлен в 1950 году. В тот год температура опустилась до минус 28,4 градуса по Цельсию. О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 2,02 рубля, евро 2,41 рубля и 3,53 рубля за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают БПС Сбербанк, Абсолютбанк и Франсабанк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в Технобанке, Паритетбанке и Абсолютбанке. Курс продажи доллара составляет 2,01 рубля, евро 2,42 рубля и 3,54 рубля за 100 белорусских рублей. Если вы еще не решили, где будете встречать Старый Новый год, то, возможно, этот вариант придется вам по душе. Отметить праздник гомельчан приглашают на площади Ленина. Специально к этому событию творческие коллективы города подготовили концертно-развлекательную программу, которая получила название «Очень новый Старый год». С 16 часов горожанам предложат окунуться в мир колядок, принять участие в играх, а поддержат праздничное настроение коллективы детских школ искусств. Затем музыкальную эстафету продолжат ансамбль «Спадшина» и «Надежда». Помимо этого, гомельчанам поможет заглянуть в будущее сказочный персонаж ворожей. Завершится праздничная программа в 19 часов. Множество приятных сюрпризов ожидает 14 января любителей классической музыки. В воскресенье в Гомеле пройдет феерический вечер в лучших венских традициях. Во Дворце культуры железнодорожников городской симфонический оркестр выступит под руководством дирижера Владимира Милютина. Вниманию зрителей будет представлена программа «Венская сказка на Старый Новый год». В ней прозвучат известные мелодии Иоганна Штрауса, Жака Оффенбаха и Петра Чайковского. Своё танцевальное мастерство продемонстрирует зрителям хореографический коллектив «Апельсин плюс» под руководством Ирины Ветровой. А с вокальными произведениями выступит Юлия Муха. Также организаторы отмечают, что для зрителей подготовлено немало сюрпризов. Богослужебное песнопение и рождественские колядки будут звучать в предстоящее воскресенье в Гомельском колледже искусств имени Соколовского, где 14 января будет проходить рождественский фестиваль духовной музыки «Гаудете». И участниками станут шесть церковных хоров из Гомельской и Брестской областей. Победителей определят в двух номинациях – большой и малый смешанный состав. Фестиваль будет проводиться впервые и поспособствует повышению исполнительского уровня и хорового мастерства в приходских хорах. Организаторами мероприятия выступают Гомельская епархия и Свято-Петропавловский кафедральный собор города. Вход для всех желающих свободный. Начало в 14.00. С 15 по 17 января Гомельская школа номер 30 будет принимать в своих стенах второй открытый фестиваль детских фольклорных коллективов «Святло-Калядные зорки». В нем будут задействованы учащиеся учреждений среднего и дополнительного образования. В рамках конкурсной программы, которая стартует 15 января, перед зрителями выступят песенные ансамбли и сольные исполнители. Кроме музыкальных и инструментальных выступлений участников фестиваля, организуется благотворительная акция «Подари подарок другу», запланированная на 16 января. А торжественное закрытие и награждение участников состоится 17 января в 16 часов. Вход для всех желающих свободный. В Белорусском государственном университете объявлен прием заявок на участие в 15-м международном фестивале студенческих театров «Театральный куфор», который пройдет в Минске с 19 по 28 сентября. Заявки на участие принимаются до 1 марта включительно. Целью мероприятия является поддержка международного молодежного фестивального движения и популяризация студенческого любительского художественного творчества. В прошлом году в фестивале принял участие 21 университетский театр из 9 стран – Беларуси, России, Великобритании, Польши, Сербии, Чили, Болгарии, Филиппин и Туниса. Беларусь представляли 7 театральных коллективов. Международный фестиваль студенческих театров «Театральный куфор» проводится ежегодно с 2004-го с целью объединения талантливой и активной молодежи со всего мира. За этот период его участниками стали студенческие театральные коллективы 45 стран. Фестиваль является единственным в Беларуси международным фестивалем студенческих театров и одним из самых известных в Восточной Европе. Ученые выяснили, что объем подкожного жира может уменьшаться под воздействием солнечного света. Специалисты проанализировали реакцию биоинженерных моделей жировых клеток при дневном свете. Данный эксперимент проводился с целью поиска новых методов лечения пациентов, которые страдают диабетом. В итоге было сделано неожиданное открытие. Оказалось, что солнечные лучи определенной длины могут проникать под кожу и воздействовать на липидные капли, заставляя их уменьшаться. Грубо говоря, подкожный жир начинает таять. Таким образом объясняется и тот факт, что люди набирают вес зимой. В это время года имеется недостаток солнечного света. Возможно, это открытие поможет создать новые процедуры для похудения. И в продолжение темы. Американские ученые считают, что именно физические упражнения помогают бороться со старением сердечно-сосудистой системы. А также активные занятия спортом уменьшают риск преждевременной смерти. Для подтверждения своей теории ученые провели эксперимент, участниками которого стали около полусотни человек среднего возраста. Всех добровольцев разделили на две группы. Участникам из первой группы в течение двух лет нужно было заниматься физическими нагрузками, а участникам из второй – йогой. В итоге оказалось, что у тех людей, которые занимались спортом, потребление кислорода во время физической активности выросло на 18%, а гибкость сердечной мышцы повысилась на 25%. Ученые сообщают, что при сидячем образе жизни сердечная мышца затвердевает, что негативно отражается на кровоснабжении в организме. Крокодила с самодельным спасательным кругом можно увидеть в Индонезии. Около двух лет назад местные жители впервые увидели рептилию, у которой на шее неожиданным образом оказалась резиновая покрышка. Несмотря на то, что такое резиновое ожерелье выделяет крокодила из числа его собратьев, специалисты опасаются, что в конечном итоге покрышка может привести к удушью и погубить животное. Помочь несчастному хотели волонтеры из агентства по сохранению природных ресурсов в Сулавесе. Но, несмотря на все попытки, пока освободить крокодила не удалось. Крупнейшая в мире туристическая компания Туи открыла вакансию мечты для тех, кто не любит работать. Она ищет профессионального бездельника, который сможет подолгу сидеть в шезлонге, наслаждаясь жизнью. Сейчас на сайте компании открыта вакансия для претендентов, желающих заработать столь приятным образом. Этот специалист должен будет приходить в офис компании в Стокгольме и отдыхать в помещении, имитирующем идеальный пляж. Работнику можно слушать музыку, читать книги, дремать и даже медитировать, но ни в коем случае не делать ничего серьезного. К слову, нанимателей не интересует образование или наличие специальных навыков у соискателей. Однако подходящий человек должен обладать рядом особенностей. Неспособностью к нестандартному мышлению, ненавистью к словам производительность и дедлайн, а также любовью к сидению или лежанию. Также он должен уметь сосредоточиться на отдыхе, не отвлекаясь на внешние раздражители. Известно, что труд профессионального бездельника будет оплачиваться по часам, а вот конкретные суммы не называются. Однако во всем этом есть и неприятный момент. Данная работа временная, так что контракт с лентяями будет заключен лишь на две недели. Это были Фрэш Новости. Для вас сготовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова